Здесь у вас так красиво нарисована сквозная дорога. Кто там последний раз за последние десятилетия был? Там нету дороги, ребята. Обсуждения по строительству продолжений Московского проспекта были горячими. Люди негодовали, высказывали свое возмущение проекта. У нас улица Заречная, у нас так низко она и два параллельных проспекта. Мы и так дышать не можем, когда нет ветра. Потому что с одной стороны гаражи, с другой стороны большегрузы. Они выезжают в пять часов с ревом прямо под окнами. У вас дорога проходит не за Мединого, Комарова. А вы учли, что там школа? Вы видели этот перекресток? Вы что там делать будете? Там детям сейчас страшно ходить. Планируется, что в ходе строительства вдоль дороги установят шумоизоляционные экраны, либо увеличат санитарную зону. Также предусмотрено изъятие участков в садовом обществе «Юбилейный». Владельцам предлагают либо новые земли в черте города или в других товариществах, либо денежная компенсация. Куда мы сейчас, старики, пойдем? Мы уже новые дома не построим. У нас есть дети, внуки, есть инвалиды. Куда мы пойдем? Вы нам это объясните? Может быть, вы там за нашим участком где-то что-то дали, где-то что-то поближе. Почему нас там без ничего оставляют? Земельным кодексом предусмотрено изъятие земельных участков в случае строительства автодороги. В данном случае попадает участок в «Юбилейном». Предусмотрено. С каждым из вас встретимся, каждого повестим. Оценивается земельный участок, дом, постройки. Оценим плодовые, если надо будет. Оцениваем все, что есть на земельном участке. Сделаем все максимально, чтобы вы были довольны. Первый этап строительства и продолжения Московского проспекта завершено Глухим кольцом. Планируется, что в ходе работ во втором этапе его демонтируют. И четырехполосная дорога пройдет далее. Магистраль соединится с улицами Хадид Акташ и Фоменко. Для обеспечения социально-инфраструктурных требований предусмотрено устройство тротуаров с двух сторон улицы шириной 3 метра, велосипедных дорожек, автобусных остановок, освещение проезжей части и тротуаров. По результатам публичных слушаний комиссия подготовит заключение. Ознакомиться с ним можно будет на сайте города.